покупал квартиру в чистом ручье я летом 2017 года квартиры до сих пор не сдана когда я послал эту претензию застройщик на нее долго не отвечал я уже даже переживать стал месяца три по моему прошло в моем случае пришел ответ что они ответили как вы думаете что до конца года типа никто не может к ним никаких претензий предъявлять дальше я буду судиться ну что же будет писать исковое заявление в суд всем привет сейчас у меня уже есть ответ на претензию от застройщика а это значит что вполне можно подавать исковое заявление в суд принципе исковое заявление можно подать и уже в конце когда сдадут квартиру но в моем случае неизвестно когда ее сдадут а время идет само заявление судом будет рассматриваться какое-то время терять время нам не нужно так что приступаем к подаче заявления перед нами образец искового заявления в шапке пишем название суда в моем случае это московский районный суд города санкт-петербурга дальше указываем контактные данные истца в частности паспорт серия для кем выдан когда выдан здесь нужно указать адрес который вам удобно чтобы вам приходили почтовое отправление если вы единственный собственник квартиры то естественно 2 из самой не пишем вот в этой графе ответчик мы пишем о петрострой вот здесь мы указываем адрес на звездной то есть фактический адрес потому что если мы укажем юридически то возможно что они никогда не получат эти отправления потому что по юридическому адресу часто никто не сидит цену иска мы укажем свою которую впоследствии рассчитаем по таблице то есть мы уже с вами рассчитывали неустойку когда отправляли претензию состройщику ну а теперь это нужно будет пересчитать по того момента время уже прошло и неустойки накапала гораздо больше ну дальше просто заполняем все по договору по нашему то есть вот здесь указываем дольщика здесь ответчика петрострой указываем номер договора когда он был составлен указываем адрес участок ну и когда мы доходим до вот этой графы с таблицы мы здесь заменяем таблицу опять же берем калькулятор ссылка на калькулятор будет указано под видео вот ну и когда мы вставим таблицу у нас получится здесь своя сумма мы это все прописываем здесь компенсация морального вреда вот в данном случае тот кто составлял этот образец он потребовал 40 тысяч ну вы можете потребовать чуть больше в любом случае вам дадут юристы говорят что вам дадут но не более там трех тысяч это максимум что стоит рассчитывать в плане компенсация морального вреда если вы не докажете что вы например снимали квартиру или какие-то другие обстоятельства и дальше нам нужно указать то что вы требуете то что вы просите во первых это взыскать с о петрострой если все нужно его данные указать в пользу истца неустойку в размере том размере который вам покажет калькулятор второе что вы требуете компенсацию морального вреда в сумме 10 указано 40 тысяч рублей но я уже говорил что по факту это будет не больше трех тысяч и третий пункт который вы требуете это штраф в размере 50 процентов от суммы присужденной судом в пользу истца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований истца вот этот пункт это как раз следствие того что в ответном письме застройщик не предложил вам никаких вариантов по удовлетворению вашей претензии по сути он ее проигнорировал ну и дальше нам нужно будет указать какие приложения вы прикладываете к данному исковому заявлению ну собственно какие нам документы нужно приложить к исковому заявлению первое что нужно приложить это копию договора участия в долевом строительстве но этот самый главный договор который мы подписывали в офисе петростроя обязательно нужно приложить копию претензии ответчику также нужно будет приложить квитанции чеки и опись которую мы делали на почте это как доказательство того что мы действительно отправляли эти документы также обязательно нужно приложить копию ответа ответчика на претензию это вот письмо которое нам пришло от петростроя также непременно нужно приложить чеки либо акт сверки взаимных расчетов это документы которые доказывают что вы расплатили с петростроем что вы свою часть договоров выполнили обязательно нужно приложить копию своего паспорта я откопировал главную страничку и страничку с регистрации также нужна копия квитанции о направлении искового заявления ответчику об этом я расскажу чуть позже также я приложил заключение о степени готовности проекта это документ которая скачал с официального сайта петростроя это как доказательство того что они не достроили жилой комплекс также юрист которым я консультировался посоветовал мне предложить документ егюрел компании петрострой он объяснил это тем что судья может свернуть дело если не будет хватать этих документов все перечисленные документы нам нужно отсканировать в pdf это обязательное требование при подаче заявления на сайте суда в электронном виде также при подаче заявления в электронном виде нам понадобится учетная запись на госуслугах позаботьтесь об этом обязательно также необходимо откопировать все эти документы я сделал копии в тройном экземпляре и обязательно сохранить эти документы потому что когда вас вызовут в суд с вас потребуют копии вышеперечисленных документов ну и когда у нас уже все готово мы должны отослать исковое заявление ответчику то есть на адрес петростроя надо сходить на почту и как мы отправляли претензию застройщика таким же образом мы должны его уведомить уведомить о том что вы против него подаете исковое заявление сейчас буду посылать исковое заявление здесь абсолютно та же процедура что из претензии то есть просто берем документ распечатываем расписываемся на нем и отправляем письмом с уведомлением с описью вложения чеки и опись обязательно сохраняем после того как опись искового заявления отправлена нам нужно обязательно в этот же день нужно подать исковое заявление на сайте в данном случае сайт московского районного суда города санкт-петербурга почему я выбрал именно этот суд потому что юристы говорят что по этому суду лучшая практика то есть там более адекватные суде и так первое что нам нужно сделать это зайти на сайт московского районного суда вбиваем в google московский районный суд города санкт-петербурга и вот мы зашли на сайт нажимаем на кнопку подачи процессуальных документов электронном виде ну здесь нажимаем новое обращение гражданское судопроизводство исковое заявление вот здесь в графе данные заявители если вы зашли через сайт госуслуги через аккаунт госуслуги то там уже ваша информация вероятно полностью будет заполнена возможно что придется добавить некоторые пункты то есть мы здесь процессуальный статус указываем фамилию имя отчества дату рождения пол место рождения адрес регистрации адрес фактического места жительства снилс и нн тип документа удостоверяющего личность эти графы серии и номер водительского удостоверения и серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства мы не заполняем поскольку в нашем исковом заявлении не фигурирует никаких никаких транспортных средств дальше запала заполняем наш email электронную почту и телефон для связи нажимаем сохранить в данных участниках процесса мы пишем наименование юридического лица полное наименование все реквизиты вот можно найти по ссылке на главном сайте петростроя вот мы на всякий случай сверимся вот эти реквизиты общество с ограниченной ответственностью петрострой можем просто копировать отсюда и вставлять и вставлять на сайт копируем big и нн кпп лучше всего реквизиты брать с официального сайта петрострой там будет самая актуальная информация что заполняем дальше юридический адрес и адрес местонахождение застройщика петрострой также добавляем email и номер телефона нажимаем сохранить в графе суд заявления добавляем файл здесь нам нужно добавить наше исковое заявление формате иди ив обратите внимание что максимальный размер файла пиди ив должен составлять 30 мега байт если у вас возникли какие-то проблемы то есть ваш файл получился больше то нужно найти онлайн-конвертер который позволяет уменьшить размер файла дальше мы прикладываем приложение к заявлению по очереди добавляем все файлы которые мы указывали в приложении к нашему иск иску здесь нужно указать каждого файла название нужно как он называется у вас так нужно здесь описание лучше да вот предназначен файл претензия ответчику мы должны еще файле посмотреть сколько в нем содержится страниц для того чтобы здесь тоже эту информацию указать количество страниц видимо чтобы те кто проверяет эти файлы не возникало никаких трудностей то есть чтобы они четко знали что в этом документе должно содержаться только то страниц и и они видимо сверяют фактически и так по очереди мы добавляем все приложения к заявлению следующий пункт это уплата госпошлины здесь собственно мы выбираем последний пункт по таким иском мы не должны платить никакой пошлины это все делается бесплатно как только мы заполнили все ячейки нажимаем кнопку сформировать заявление данные заявители да все мы проверяем всю информацию которую мы указали нажимаем кнопку отправить немножко грузится и вот в конце написано что ваше заявление успешно отправлено проверить статус заявления вы можете в истории обращений чтобы отследить статус нашего обращения мы должны войти в личный кабинет на государственном автоматизированной системе правосудия нажать на кнопку сверху история обращений дальше выпадает вот внизу наше исковое обращение и вот что посмотрите мы должны нажать ссылку история рассмотрения дела и вот написано что 23 09 отправлено в суд здесь все приложения которые мы вложили 23 09 проверка п пройдена то есть в этот же день буквально через несколько секунд за 2 секунды они проверили все приложили к нашим документам какие-то файлы вот они приложили файлов в которых есть протоколы проверки электронной подписи то есть каждому такому файлу есть протокол соответственно написано что на следующий же день 24 числа наше обращение исковое было зарегистрировано здесь мы должны отслеживать и здесь видимо здесь же появится потом строка в которой будет указано когда на какое число и на какой день будет назначено рассмотрение нашего дела в этом суде вот и лучше всего присутствовать потому что то что вы присутствуете в нашем суде это уже означает многое так что обязательно не пропустите здесь строку в которой будет указано когда будет назначено судебное заседание вы обязаны там быть это очень сильно влияет на исход дела то есть обязательно посетите этот суд принесите все документы которые у вас есть ну что ж исковое заявление подано я выполнил все действия которые были необходимы теперь будем ждать вы также следите за нашими роликами подписывайтесь обязательно на канал сэмпи тиви желаю вам удачи чтобы ваши исковые заявления также рассмотрели суд рассмотрел и присудил вам как можно больше денег чтобы как-то возместить этот вот ущерб причиненный нам такой ненадежной компании как петро строй всем пока комментарии вот сюда вниз